Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Прокуратурой города Шахты восстановлены трудовые права работника. В Барнауле защитили трудовые права железнодорожников. А в Башкирии работники предприятия получили премию и отгулы за вакцинацию. Информационный портал города Шахты сообщает, что прокуратура города Шахты провела проверку по обращению местного жителя. Причина обращения – нарушение работодателям трудовых прав работника. Установлено, что директор организации уволил работника по пункту А, части 6 статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации, якобы в связи с прогулом. Однако в ходе прокурорской проверки указанный факт не подтвердился. По результатам проверки мужчина восстановлен на работе, в той же должности, с оплатой вынужденного прогула по вине работодателя. Барнаульская транспортная прокуратура провела проверку исполнений требований трудового законодательства Барнаульской дистанции пути структурного подразделения филиала ОАО РЖД. Об этом сообщает сайт katun24.ru. Установлено, что на предприятии ненадлежащим образом ввелся учет рабочего времени. Работникам не своевременно предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска, а санитарно-бытовые помещения не были оборудованы устройствами питьевого водоснабжения. В этой связи прокурор внес представление начальнику предприятия. В результате выявленные нарушения устранены. Работники предприятия получили доплату за сверхурочную работу, ежегодные оплачиваемые отпуска и исправные инструменты. На основании постановления прокурора два должностных лица привлечены к административной ответственности. Им назначены наказания в виде штрафа и предупреждения. Замечательно, что в этих ситуациях прокуратура встала на сторону работников, но было бы еще лучше, если бы работники сами не допускали подобных нарушений со стороны работодателя. Действуя сплоченно и организованно, трудящиеся могут добиться еще большего – улучшения условий труда и увеличения заработной платы. Информационное агентство Башинформ сообщает, что в Башкирии работники ООО «Тавакан» получили два дня к отпуску за прививку против коронавируса. Кроме того, руководитель предприятия выделил стимулирующие выплаты вакцинированным. Им оказывается материальная помощь в размере 5000 рублей. По словам директора ООО «Тавакан», на сегодняшний день на предприятии работает 250 сотрудников. Более 90 работников уже вакцинировались. Порядка 40 сотрудников получили медицинский отвод. Одним из первых вакцинировался тракторист-машинист Николай Кобзев. Прошлой зимой он тяжело переболел коронавирусом. Месяц был на больничном. А в апреле этого года сделал вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-Вак» и теперь призывает всех следовать его примеру. Удивительное в наше время проявление сознательности со стороны администрации предприятия. Надеемся, сотрудники предприятия ознакомятся с нашей статьей «Что делать рабочим, если руководство принимает решение о массовой вакцинации и возьмут рекомендации из нее на вооружение, поскольку вакцинация в интересах трудящихся». О новости читал Марат Мигранов с коммунистическим приветом из Свердловска. Свердловска.